Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале СИДОБРУКИ И сегодня у нас ролик будет посещен с дневным паровозом И по 4-5 ночи перед. Начинаем! Осторожно, двери закрываются. Следующая станция трубы Пойдемте, у нас внизу наверх Бампер паровозный Смотрите, он очень плоский, мне кажется, он уже где-то работал Второй Очень крупный, мне кажется, что он не работал Автосцепка Установлена на всех паровозах Она очень старая Видите, крюк, ну и механическая штучка Далее, вот он сам, красный бампер тоже Множество болтов, очень закреплен хорошо Ну, это памятник, конечно, но все же, очень натурально выглядит И так, смотрите, колеса Раз колесная пара, два колесная пара, три колесная пара, четыре и пять Всего у этого паровоза десять колес Так, шатун, который двигает все колеса Далее, подойди, пожалуйста Видите? Тормозные диски Ну, естественно Думаю, вы все понимаете, для того, чтобы поезд тормозил Вот сейчас видно Часть поршня Вот сама трупа, по которой пара выходила Даже не, а тут куча мусора, потому что мы в России живем Сейчас мы аккуратно переходим ко второму А сам поршень находится за вот этими вот частями Так, ребята, вот можете посмотреть, посмотреть, как выглядит все это дело под самим поездом Вот они с вами, тормозные колодки Кстати, башмак Раз, два, чтобы поезд не уехал Итак, смотрите, вот они, шпалы В нашем случае не деревянные, а бетонные белого цвета Далее Покажи Сама рельса Кстати, в разрезе Видите, какая она Так, теперь Специальный башмак, чтобы поезд не уехал Ну, у нас памятник, думаю Памятник не может уехать Хочу добавить На грузовых поездах Когда, к примеру, вагоны ставят, чтобы Потом их забрал другой поезд Локоматист Ставят вот такие вот башмаки, чтобы вагоны в тоем случае не уехали Так, ребята, ну и сейчас мы пройдем в кабину машиниста Так, дорогие друзья, мы переместились в кабину машиниста этого замечательного паровоза Ну вот, пойдем Тут стоял машинист Видите, у него специальный, так сказать, блок управления Это его, я так полагаю, кран Окошко Вот еще несколько окон Раз И два Далее, смотрите Сюда подавал, кочегар подавал уголь Или дрова Далее Кирпичная стенка Раньше тут был тендер, я так полагаю Его прицепляли сзади паровоза И, ну, так как угля можно было взять много, брали целый, так сказать, ну, вагон А вот воды, кстати, можно было брать очень малое количество И, кстати, на каждой станции, когда еще ходили паровозы Были высокие башни, в которых было очень много воды И вот такой прям большой кран, как у вас стоит в ванной, наполнял паровоз водой Так, дорогие друзья, я на месте помощника машиниста Итак, смотрите, вот у него тоже много разных Маленьких кнопочек, пультов управления Кстати, помощник машиниста обязан был подавать сигнал О, тут уже на памятнике не работает сигнал Далее, тоже дверка Покажи Дверка, как и машиниста Выходили, что-то смотрели, может быть, даже иногда чинили Может быть, даже иногда чинили что-то на составе Котел Итак, дорогие друзья, смотрите, далее Здесь были манометры Ну, в общем, показывало машинисту, помощнику машиниста Есть ли давление в напорной магистрали, чтобы могли тормозить В общем, колодки тормозные, чтобы прижимались к колесу И поезд тормозил Вот, на этом всем вот это стояло дело Тут какая-то надпись Зажарела, к сожалению, если не прочитать Тут тоже Экстренная Итак, дорогие друзья, сейчас мы покажем, что было На вот этой вот платформе, на которой сейчас я встал У данного паровоза Итак, дорогие друзья, мы забираемся на самый верх данного паровоза Значит, вот смотрите, топка Сверху на ней свисток, вот там самый-самый ближний Самый первый Далее Вот он у нас Тотел Ну и там в конце выкрутная труба Сейчас мы вам ее покажем Так, дорогие друзья, посмотрите, что мы обнаружили на данной платформе Смотрите, эта труба, которая как раз ведет к поршню Она подает пар, который мы оттуда пытались снять С другой стороны, по идее, такая же Посмотрим Пошли Пошли Она тут была Так, дорогие друзья, посмотрите, что мы нашли Вот такой вот этот лючок Здесь Какой-то этот механизм И смотрите Рычажок Если этот рычажок Покажи Он похож, кстати, на рычаг машиниста Покрутить вот этот поршень Ну или что это Ихонизм В общем-то На счет крутится Даже не заржавел Я в шоке Так, дорогие друзья Смотрите, вот он Вот оно Начало этого паровоза Такая большая фара Она, кстати, здесь одна Я так думаю, она очень ярко светила Если она одна И большая Но вообще на современных поездах Установлены более современные Более яркие Экономичные фары Так, дорогие друзья Посмотрите, вот этот люк Вот Его люди открывали Смотрели Насколько чистые там Или грязные дропы Если они грязные Грязные они из-за чего? Ну, из-за дыма Все это Копоть Оседало здесь Копоть В общем Брали специальный инструмент И это все Учищали Так, дорогие друзья Вот здесь Находились дрова Уголь Они горели Нагревались Далее Вот в этой длинной части Находилась вода И специальные трубы Потом Появлялся пар По специальному механизму Переходил пар в поршин Который, собственно говоря Двигал колеса поезда Далее День поступал по верхним трубам Вот отсюда Он выходил И, кстати, еще И вот из этой штучки Почему? Потому что Пар нельзя было полностью использовать Иначе паровоз перегреется Ну и как раз Этот механизм Издает звук Мы сейчас вам этот звук покажем И так Вот сами трубы Их можно наблюдать Вот маленькие И вот верхние Самые большие Куда и поступал дым Вон там Видно части котла А в некоторых местах И сами трубы Но сами трубы Уже своровали Экстренное! Экстренное! Итак, дорогие друзья В заключении Любите паровозы Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!